всем привет на связи гибрион наконец-таки продолжаем нашу наше прохождение на заходе рассвет у нас сегодня ночь правда я поработал немножко за кадром в каком плане так он то что я выполнял контрактики помните в прошлой серии была культивация а теперь у нас тупо посев естественно за кадром мы это все выполняем из нововведений у нас я попробовал начать сеять агротором он мне мне не понравился от слова совсем агротор это у нас пассивной комплекс сейчас если я его найду я вам покажу где он вот этот пассивной комплекс мне он очень вообще не понравилось он за все цепляется и не дает возможности нормально развить скорость поэтому мы от него отказываемся предлагаю пока на первое время взять вот это вот многие скажут это разбрасыватель удобрений а нет это не разбрасыватель удобрения это у нас разбрасыватель семян как раз таки некоторые семена у нас могут быть разбросаны в каком какие семена это у нас пшеница рожь канола и всякая такая вот именно семена которые у нас через зерно идет через сажалку я планирую его взять естественно черненькая красненькая нам не нужна мы покупаем ее их нему в нагрузку мы покупаем юмз шку юмз шка это вот на на сейчас мы ее настроим кондиционер естественно мы поставим это мы ставим воздушку зеркала но зеркала нам в принципе не нужны это вот эту ступеньку системе gps обязательно ставим и ставим узкие колес чтобы следующем мы могли спокойно опрыскивать и также мы не ставим крепление фракт фронтальника и вскоре будущем возьмем прицепную а пока у нас 146 тысяч долларов предлагаю взять еще одно какое-нибудь какой-нибудь участок 198 нам не по карману 177 нам тоже немножко не по карману 400 это явно перебор 479 тоже никак никак не катит 300 300 ничего у нас не катит придется нему мы можем залезть в кредит да наверное мы сейчас так и сделаем чтобы как раз купить курятник хотя с другой стороны я бы этот коров купил давайте так следующая серия у нас будет именно по коровам то есть мы будем закупать корову потом делать все что чтобы им хорошо было и мы продолжаем дальше развивается свой совхоз а еще надо бы немножко почистить ну не почистить а довести водички долить а то иначе у нас они помирать будут нам это же не нужно чтобы помирали они значит игровые условности я буду мы смогу переключаться с техники на технику потому что ну это иначе будет слишком долго очень долго это скажем так игровая условность у нас будет и то что мы одни фигачим тут на ферме тоже игровая условность да кстати если вы хотите увидеть стрим прохождение лайкосики коментосики все под видео находится так это мы уберем а еще надо бы немножко мы сделаем да нет я тут заправлялся давайте сейчас начало тогда съездим почистим потом мотнем время чтобы нам по светлым хотя можно сейчас поставить на пятерку вот так пускай будет то есть мы работаем одни на нашем совхозе и мы работаем круглосуточно я бы по-хорошему те дома я я бы продал какие дома я имею ввиду вот про этот участок но он у нас и идет вместе с базы тут немножко разработчик неправильно сделал нужно было разгонить эти участки там есть конечно два участка свободно но я так подозреваю это если для кооператива какого-нибудь делать там два дома старец для двух хозяев грубо говоря то есть один занимается животноводством другой чисто полями даст игры если вы хотите это увидеть все в комментариях да еще важное изменение я наконец-таки разобрался с донатами то что вы видите наверху это мотиватор кто хочет ссылочка также будет внизу также альтернативная ссылка если вдруг первая ссылка не будет работать тоже будет в описании это будет мотивировать мне гораздо чаще делать ролики а пока мы едем мы едем 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 что-то как-то медленно мы едем надо было все авто драйва еще скачать маршрута я боюсь сейчас если запарю это сохранение мне придется все восстанавливать это такая такая нервотрепка что пипец да я еще здесь за кадром купил ковшик специальный для того чтобы петка так кушу нас по моему залагал да они не залагал все нормально ковшу на специальным специальность дырочкой ну как дырочка с отверстием она вот она идет опс и он она он нам дырочка давай сначала так вот так вот сделаем мы выгоним хотя в принципе вы выгонять не нужно я чё-то просто взглупил немножко нам нужно немножко водички добавить я вспомнил давай все теоретически у нас должно быть все хорошо да все хорошо давай когда немножко еще посильнее мотнем время а пока мотается время мы телепортируемся вот сюда и отвезем наши юмзшник на наше поле будем начать сеять сеять мы будем пшеницу как я ранее говорил для того чтобы иметь у нас семена бесплатные мы периодически будем подсевать и посевной материал чтобы семена потом получить протравителя я думаю надо бы поставить нам какой-нибудь зав какой хорошенький или льва ты тот же самый но это когда денежки у нас появится хотя в принципе что можно сейчас взять немножечко небольшой кредитик взять овощехранилище сразу за кадром опять-таки контрактами я выполню но и встретимся когда я к полю подъеду я надеюсь к этому моменту уже расцветет окончательно итак мы добрались немножко время помотали посмотрим что у нас собственно к этому времени по корму у нас все хорошо по частоте естественно немножко мы просили но это не критично а и шерсть они начали производить это очень хорошо это означает что нам нужно транспорт транспорт нам нужен для транспортировки сена это животные предлагаю взять вот такую штуку это автоподборщик он цепляется сзади седельного тягача для шерсти молока и яиц тут даже есть вот съемный предлагаю взять вот пока его это у нас шоссей шоссейные колеса будут чтобы особливо сильно не париться заднее крепление а это можно автопоезд и из него сделать я понял нет нам не нужно не нужно это пускай будет стандарт и да пускай все будет вот так вот то есть мы покупаем чуть позже я покажу как он работает это у нас выдуватель соломы такой бюджетники все мы приобрели достаточно предлагаю сейчас взять небольшой финансовый кредит насколько 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 на птицефабрику давайте-ка возьмем нам 177 у нас всего 85 я думаю птицефабрику мы быстро отобьем давай нужно 177 180 возьмем все отлично сразу покупаем птицефабрику я думаю кредит мы быстренько отобьем за кадром я постараюсь по выполнять вот эти вот как где они а то бишь у нас контракты слетели ладно пока пока вот так вот мы сделаем чтобы они не пропали а пока отключаем куб таймлапс посева чоу мелочиться дайте короче таймлапс не получился у меня закончились семена а это значит мы прыгаем в хэтэйзэ так как он у нас более менее шустрый едем за заправщик за запасчиком который у нас есть да кстати говоря за кадром я плов перекрасил а ну разойдись хэтэзэй бабёха вообще ей пофигу цепляем этот заправщик с вами ну как раз семена может спокойненько с собой брать а это удобрение да ну-ка посмотрим по моему удобрение у нас да у нас тут удобрение оказывается есть это хорошо значит едем мы с вами сторону магазин как заправлю сеялку я включусь это иначе будет слишком уж и очень долго да кстати говоря и скажите пожалуйста ой 3 3 3 3 3 тихо тихо почему а какие какой хронометраж серии вам лучше всего нужен 30 минут 40 минут час и до пишите комментарии я все комментарии читаю и про донатики называйте это есть те кто хочет классно так завалили короче говоря увидимся когда заправлю и так мы вернулись я наконец-таки привез семена сейчас попробуем загрузиться да и этот тракторишка конечно медленный очень медленный время тем не менее 7 часов уже мы не ложились до сих пор скажем так прикольно сделали саду хопс и она становится тихоньку белой почему-то правой огонь колесико не хочет остановиться но давай что не будешь мы так не договорились давай без этого вот вот как то что мы просыпали мы потом подберем бумс ну чё теперь погнали дальше ну чё ну чё ну чё ну чё ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА